Пескаревская развязка На время проведения строительных работ в связи с перекрытием близлежащих улиц проезд на участки в районе пересечения проспектов Непокоренных, Шафировского и Пескаревского будет серьезно затруднен. Согласно проекту развязки, в будущем возможна организация двух дополнительных съездов. На данный момент финансирование этих работ не заложено в бюджете, однако вопрос об их включении в госпрограмму по развитию дорог находится на рассмотрении правительства. Еще одна транспортная развязка может появиться на участке между него и проспектом Непокоренных. Сейчас эта территория активно застраивается и власти считают, что в будущем для поддержания транспортной доступности возникнет необходимость для организации дополнительных автомобильных дорог. По этой же причине на углу Блюхера и Лабораторного зарезервировано место по строительству новой станции метро. Согласно проекту планировки квартала на Полюстровском проспекте, в будущем может быть построена новая эстакада и тоннель. Они будут располагаться здесь, на участке от Новой Литовской до Менделеевской улицы. Одобрение проекта планировки территории дает зеленый свет строительству скоростной магистрали номер 7. Она пройдет вдоль Арсенальной улицы, затем вдоль Полюстровского и далее вплоть до железнодорожных путей в районе 1-го Муринского проспекта. Для организации бессветофорного движения магистраль пустят по эстакаде в месте пересечения с Новой Литовской улицей, а под будущей площадью на перекрестке Полюстровского, Менделейской и Литовской улиц она пойдет по тоннелю. Тем временем, по мнению экспертов, острой необходимости в строительстве новых транспортных объектов на этой территории нет. По крайней мере до тех пор, пока не будут сданы в эксплуатацию строящиеся в этом районе жилые комплексы. На данный момент вообще выглядит странно, зачем что-то нужно менять в этой части Петербурга. Не то, что там все так хорошо и безоблачно, но по крайней мере есть десятки мест, где любые изменения гораздо более назревшие. В ближайшем будущем на обозначенной нами территории планируется произвести работы по ремонту ряда ключевых в плане транспортной доступности улиц. Уже сейчас и до 8 мая действуют ограничения движения на Арсенальной набережной от площади Ленина до улицы Арсенальной. Сроки ремонта на других участках дорог пока уточняются в Комитете по развитию транспортной инфраструктуры. Согласно адресной программе ремонта дорог на 2015 год в Калининском районе планируется произвести реконструкцию покрытия трамвайных путей в районе улиц Академика Лебедева, Боткинска и Комсомола. Стоит отметить, что перекрытие любого участка невыделенных трамвайных путей в этом районе может привести к серьезному транспортному коллапсу. На вышеперечисленных улицах трамвайные пути в отдельную полосу не выделены и по ним ездят автомобили. Эксперты считают, что при существующей загруженности центральной части города сроки проведения любых работ по ремонту дорог должны быть серьезно ограничены во времени. Я думаю, что полностью перекрыть улицу Академика Лебедева не решаться, просто потому что это вызовет огромные проблемы утром по дороге в центр города, вечером наоборот в северные районы. Но все равно будет тяжело, просто перекроют, сделают совсем уж бутылочное горлышко. Я думаю, что те, кто раньше проезжал этот участок, скажем, за 30 минут, будут приезжать за 50 за час. По оценкам экспертов, нынешнюю транспортную обстановку юга Калининского района можно назвать удовлетворительной. При условии разнесения во времени ремонта дорог в районе станции метро Площадь Ленина, эта территория не будет испытывать новых серьезных проблем с пробками. Правда, уже существующие проблемы никуда не денутся. Александра Сергеева, Андрей Любик, Дмитрий Моглаков, БНТВ